Сороковое пленарное заседание краевого парламента нельзя было назвать жарким. Градус дебатов не зашкаливал, что вполне понятно. Большая работа была проделана между сессиями. 20 мая, прямо накануне пленарки, пермские единороссы расставляли точки нады. Среди 53 вопросов повестки предстоящего пленарного заседания по понятным причинам основные можно назвать второе чтение законопроекта об изменении бюджета на период 15-18 годов. К рассмотрению изменились основные характеристики главного финансового документа региона. Плановый объем доходной части краевой казны в 2015-м был сокращен до 94 миллиардов рублей. Объем расходный до 106 миллиардов. Дефицит бюджета планово установлен в сумме 11,9 миллиарда рублей, что составляет 12,7% к объему доходов. Вместе с тем народные избранники отмечают как положительный фактор увеличение налоговых поступлений выше прогноза на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Однозначно отмечается рост промышленного производства. И несмотря на то, что с учетом существующего дефицита пришлось урезать некоторые статьи, все госгарантии, которые есть, сохранены. Сегодня коллеги задавали вопрос, не будет ли этот процесс иметь продолжение дальше возвращаться к бюджету. Бюджет – это ведь основной документ, который берется за основу. Все остальное диктует жизнь. Так или иначе, я проанализировал ситуацию лично, очень подробно попробовал изучить прогнозные показатели наших предприятий. Однозначно есть рост, еще раз повторяю, есть рост промпроизводства. Могу перечислить предприятия. Это и группа «Лукоил», и «Соликангумпром», и «Уралкали», и «Соликамский магний завод», магниевый завод, который дает положительные тренды. Из крупных инфраструктурных проектов «Секвестру» подверглись расходы на строительство зоопарка, покупку здания для переезда художественной галереи, на возведение новой сцены оперного театра. Были восстановлены средства под дожды госпиталя ветеранов войн, пересмотрена часть добровольных социальных обязательств Пермского края, выделены средства для выравнивания и финансирования программы госгарантии бесплатного оказания медпомощи, сокращен объем дотации, инвестиции муниципалитетам из краевого бюджета. Несмотря на это, члены фракции «Единая Россия» уверены, что в будущее можно смотреть с определенной долей оптимизма. Думаю, что во втором квартале в связи с снижением резкой курсовой разницы такого сильного и глубокого спуска не будет. То есть мы упадем не так больно, потому что есть запас все-таки увеличения промпроизводства. В вопросах, касающихся секвестра бюджета, член фракции «Единая Россия» Владимир Чулошников выступил против сокращения расходов на профилактику правонарушений, прежде всего того, что касается систем фото- и видеофиксации. По словам парламентария, такие средства позволяют оперативно раскрывать преступления и предотвращать ДТП. Если не реализовывать программу, то никто не будет обслуживать камеры и оборудование прекратит работать. Все это неизбежно приведет к росту аварийности и к росту преступности. Развитие систем автофиксации – ключевой элемент безопасности и профилактики правонарушений в условиях сокращения личного состава полиции. Коллеги прислушались к Владимиру Чулошникову, и если забежать вперед, на самом пленарном заседании было принято постановление, в котором рекомендовано правительству не только не сокращать, но и увеличить расходы на эту систему. О важности этой проблемы я могу сказать только просто тем, что на сегодняшний момент, буквально 7 мая, где конкретно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин затрагивал проблему смертности от ДТП. Там речь шла о развитии данной системы, и где он конкретно дал поручение не только правительству Российской Федерации, кроме этого губернаторам и руководителям политической партии обсудить данную проблему, вникнуть в нее и развивать ее дальше. Кроме этого, где-то буквально 22 апреля еще, вот до этого, министр внутренних дел упоминал о том, что в рамках сокращения полиции развитие данной системы очень актуально. Еще одним важным для отдельной категории жителей региона является принятие постановления предложенного главой Социального комитета Заксобрания членом фракции «Единая Россия» Сергеем Клепцыным. К народным избранникам обратилось региональное отделение ветеранов войны в Афганистане с вопросом о том, что по факту ныне действующий федеральный закон имеет некую пресекательную дату, когда участники локальных событий, неважно каких, не вставшие на учет и не получившие этот статус до 1 января 2005 года, выпадали из тех федеральных льгот, которые сейчас предписаны для решения их жилищной проблемы. Законодательное собрание Амурской области предложило свой вариант федерального закона, чтобы эту пресекательную дату убрать. Таким образом, в перспективе все участники локальных событий, вне зависимости от даты подстановки на учет и приобретения ими этого статуса, я бы хотел обратить особое внимание на то, что речь идет не только об участниках локальных событий, но и об их семьях, и мы понимаем, что есть погибшие, и есть семьи, оставшиеся без кормильца, и поэтому вот то решение законодательного собрания Амурской области, оно, на мой взгляд, очень правильное. Именно поэтому, рассказывает Сергей Клипцин, он принял решение предложить свой вариант постановления, чтобы поддержать решение коллег в другом субъекте Российской Федерации. По его мнению, Государственная Дума и всегда более эффективно рассматриваются те законопроекты, которые поддержаны и разработаны не только одним регионом, а есть отклики и в других субъектах. По данным Краевой Организации ветеранов войны в Афганистане, принятие такого решения поможет улучшить жилищные условия порядка 600 семьям только в нашем регионе. Мы очень надеемся, что наше мнение, выраженное в постановлении, как раз уберет вот эту несправедливость, когда люди по присяге, участвующие в защите и отстаивании интересов Российской Федерации, будут иметь право на улучшение своих жилищных условий и получение на это федеральных средств. Председатель Комитета по государственной политике и развитию территории, член фракции «Единая Россия» Александр Бойченко, рассказал коллегам о работе общественных приемных. По его мнению, в регионе сложился интересный опыт. Депутата сегодня в полной мере можно назвать народным. В проеботе общественной приемной складывается новая, возможная, интересная ситуация. Мы можем перенести центр встречи, центр общения с жителями на места. Если на сегодняшний день очень хорошо на профессиональном уровне работает региональная общественная приемная на улице Екатериненской в Перми, она зарекомендовала себя как среди жителей, так и на федеральном уровне пользуются спросом все наши предложения. Сейчас у нас следующая стадия. Мы хотим вынести площадку общения с жителями на места. Здесь задача будет следующая – укомплектоваться хорошими профессиональными кадрами именно на местах, чтобы люди, которые будут вести прием, помощники депутатов, на месте в каждом регионе, в каждом районе, были компетентны для того, чтобы быстро, грамотно решать тот или иной вопрос жителей. Вот это у нас сейчас следующая задача, тоже, думаю, в течение года мы значительно продвинемся. Кроме вопросов, касающихся непосредственно подготовки к пленарному заседанию, члены фракции «Единая Россия» заслушали доклад министра культуры Пермского края Игоря Гладнева, касающегося выполнения указа президента России о повышении заработной платы работникам культуры. По словам руководителя фракции Юрия Борисовца, ситуация, мягко говоря, печальная. Именно поэтому народным избранникам совместно с представителями исполнительной власти необходимо сделать все возможное, чтобы ее исправить. Мы должны констатировать, что у нас не все территории одинаково имеют заработную плату, что касается работников культуры. И эта ситуация нас беспокоит. К сожалению, она констатирует, что в ближайшее время, с точки зрения министра, ситуация не будет выравнена. Поэтому пока услышали и будем думать, как в дальнейшем пробовать это все привести к нормальному знаменателю. Будем смотреть. Ситуация непростая. Есть определенные нормы. Мы понимаем, что министр тоже поставлен в определенные рамки. То, что он может. Может он не все. Но тем не менее, я считаю, что человек, который отвечает за отрасли, должен иметь в своем арсенале не только регламентом обеспеченные шаги, но в том числе надо подумать, что можно сделать вообще по сути. Большинство важнейших для жизни региона вопросов перед принятием проходит серьезное обсуждение в комитетах, на рабочих группах и фракциях. Работа и в предстоящий месяц предстоит напряженная. Признаются члены фракции «Единая Россия». Регион должен жить достойно. Это общее мнение. Поэтому в коридорах власти работа утихать не будет.